Еще неделю назад штукатурка на этой стенке была на своем месте. Всего за несколько дней все обрушилось прямо на голову жильцов. Виной всему стал проливный дождь и халатность управляющей компании. Сразу стоит оговориться, что управляющую компанию жильцы уже решили сменить. Осталось только уладить формальности. А проблемы начались еще в сентябре прошлого года. Именно тогда дом стало в буквальном смысле заливать во время дождей. Начиная с девятого этажа по первое, сюда было зайти невозможно, потому что воды было по щекотку. Даже не просыхали лестничные ступеньки. И после этого начались образовываться трещины по дому. Обратились в ЖЭЛ, на что ЖЭЛ нам сказала, что дома у нас в идеальном состоянии никаких трещин у нас нет. Честно, я детей сюда не привожу уже где-то недели-две, потому что я боюсь, что это все упадет на голову. В один прекрасный момент. Рушится не то, что здесь, рушится еще фасад дома. В девятиэтажке всего один подъезд и 16 квартир. Жители уже боятся выходить в подъезд. Такое ощущение, что здесь велись бои. Помимо обвала штукатурки, между кирпичами образовались щели. При этом никто не знает, насколько они глубокие. Да и фундамент уже заметно просел, уверяют жители. Из-за того, что фундамент дал усадку и кирпичи не успевают просыхать, чтобы мне открыть дверь, вот так очень тяжело. И так же ее и закрыть. По словам Юлии, куда они только не обращались. Писали обращение в прокуратуру и префектуру. Приходила даже комиссия, которая предписала водоканалу устранить протечку трубы. Но в подвале по-прежнему вода бьет ключом, особенно в дождливые дни. Вот эта непосредственная яма образовалась из-за подмыва фундамента. Потому что каждый день при дождях идет оттуда ключом вода. Хлещет прямо в подвал. Вода здесь порой поднимается до 60 сантиметров. Представитель собственника, который владеет помещениями в этом доме, не стал откладывать дело в долгий ящик и подал в суд на управляющую компанию. Управляющая компания сделала после всех вот этих вот разбирательств. Вывела трубу ливневой канализации, почему-то опять же под фундамент дома. На сегодняшний день, где-то неделю у нас были грозовые ливневые дожди, такие серьезные достаточно. И опять идет поступление воды в общий домовой подвал, откуда, соответственно, она дальше проникает и протекает. Капитальный ремонт в доме планируется начать не раньше 2022 года. Поэтому жители дома номер 105 по улице Островского боятся самого страшного – разрушения.